МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И сегодня, в канун 75-й годовщины освобождения Кишинева от немецко-румынских оккупантов, мы будем говорить об одной из важнейших и успешнейших операций Великой Отечественной и Второй мировой войны – Яско-Кишиневской стратегической наступательной операции, которая продолжалась с 20 августа до 29 августа 1944 года. В ходе этой операции войска 2-го и 3-го украинского фронтов во взаимодействии с Черноморским флотом и Дунайской военной флотилией нанесли врагу сокрушительный удар, приблизили окончательный разгром гитлеровской армии и ее союзников, была окончательно освобождена Молдавия, из войны была выведена союзница Германии и Румынии, и был открыт путь на Балканы. Я с удовольствием представляю наших гостей в Москве. Начну справа налево. Рядом со мной исполнительный директор Фонда Истории Отечества, член Президиума Российского Исторического Общества Константин Могилевский. С нами также сегодня старший научный сотрудник НИИ Военной Истории, Военной Академии Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Сергей Бондурин, старший научный сотрудник НИИ Военной Истории, Военной Академии Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Борис Найденко. Сейчас я передаю слово в Кишинев. Евгений, пожалуйста, представьте своего гостя. У вас сегодня ряды немножко поредели, но, насколько я знаю, по очень уважительной причине. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы тоже рады вас всех видеть. К большому сожалению, действительно, сегодня один из спикеров не смог принять участие. Это советник президента Молдовы в области обороны и национальной безопасности господин Гайчук. Но у него срочное сегодня заседание этой безопасности. Но я с удовольствием представлю нашего спикера. Это историк, политолог, доктор философских наук, автор более 50 книг, в том числе 7 книг о Яско-Кишиневской операции Бориса Нарисовича Повалов. Да, спасибо большое, Евгений. Приветствуем вашего гостя. Сегодня, в канун 75-й годовщины освобождения Кишинева, на сайте российского Минобороны появились новые мультимедийные, новый мультимедийный раздел с архивными историческими документами, которые как раз и посвящены 75-й годовщине освобождения Кишинева. Но кроме этого, на портале Российского исторического общества также появились материалы об освобождении частями Красной Армии территории Молдавии. Константин Ильич, я знаю, вы пришли не с пустыми руками. Коллеги, пожалуйста, на экран вы видите презентацию, и передаю вам слово, Константин Ильич. Да, спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. И я, предваряя сегодняшний разговор, для которого, конечно, собрались специалисты, которые на протяжении своей карьеры занимались годами изучением истории Великой Отечественной войны, и в частности, Явско-Кишиневской операции, хотел бы сказать, что действительно ведется большая работа, она ведется совместно и Министерством обороны России, и Российским историческим обществом, и Министерством иностранных дел России, работа по возвращению, по сохранению, а где надо, по возвращению памяти о Великой Отечественной войне. И, конечно, на наш взгляд, лучше всего говорить об истории на основании документов. Эту точку зрения разделяют наши коллеги Министерства обороны, которые регулярно публикуют важнейшие документы. Вот сегодня действительно на сайте kishinev75.mil.ru большой блок документов опубликован. Ранее Центральный архив Министерства обороны передал в Российское историческое общество несколько сотен архивных документов по освобождению и территории бывшего Советского Союза, и стран Восточной Европы. Мы говорили уже неоднократно, Сергей Евгеньевич Нарышкин об этом заявлял, что готовятся выставки для каждой из освобожденных стран, в том числе и для Молдавии. Выставки готовит Государственный центральный музей современной истории России, под агидой Российского исторического общества при поддержке Фонда истории Отечества. Используются документы Центрального архива Министерства обороны, документы архива социально-политической истории. Часть из них вводится в научный оборот впервые, и, разумеется, они все были в свое время рассекречены. Я хотел бы показать короткую презентацию, которая дает представление о характере документов, которые размещены на сайте РИО. И будут представлены на выставках. В силу того, что Яско-Кишиневская операция, она привела к освобождению остававшейся на тот момент неосвобожденной части Молдавии и части Румынии, разделить эти итоги сложно, но вот мы так их предлагаем структурировать. Вот 79 листов представлено на портале РИО по Яско-Кишиневской операции, 13 листов помощь населению освобожденной Молдавии и 17 расследования злодеяний нацистов в Молдавии и Румынии. Вы знаете, что вслед за нашими войсками сразу шла отчетчайная государственная комиссия по расследованию зверств, нацистов, и все документировалось. Вот газета «Советский боец», 28 августа 1944 года, праздник освобождения. Здесь очень интересный рукописный документ, доклад маршала Малиновского, командующего 2-м Украинским фронтом, Сталину о завершении окружения Кишиневской группировки противника и, соответственно, обращение военного совета 2-го Украинского фронта к рядовым сержантам, офицерам и генералам в связи с началом наступательной операции 20 августа 1944 года. Мы вместе с коллегами из Центрального архива Минобороны старались особое внимание, особый акцент делать не на военные действия, а на взаимодействие советской армии, армии-освободительницы с местным населением, восстановление промышленности, восстановление нормальных условий жизни, и вот видите, за интендантским отделом армии закрепляются табачная фабрика, винный завод, маловарный завод, кожзавод, колбасное производство, мельница, маслобойки. Разумеется, это делалось в целях нужд армии, но потом все передавалось гражданским властям. То же самое относится и к постановлению военного совета 37-й армии принять в свое ведение совхоз имени Фрунзе, это еще перед Яско-Кишиневской операцией, когда была освобождена территория нынешнего Приднестровья. Документы, которые касаются расследования по горячим следам преступлений нацистов, вот это город Тирасполь, могила, где было зарыто более тысячи советских граждан, Дубосары, здесь 12 могил, в каждой до тысячи расстрелянных, замученных. Лагерь советских военнопленных, это уже на территории нынешней Румынии, в этом лагере советские военнопленные подвергались пыткам и издевательствам, в результате чего замучено 1800 человек. Доклад заместителя председателя СНК Молдавской ССР. Знаете, что одним из таких результатов Яско-Кишиневской операции был массовый призыв в Красную Армию добровольцев с освобожденных территорий, и вот материальная иная помощь по устройству быта свыше 40 тысяч семей, призванных в Красную Армию, оказана материальная помощь. Что это, ну, такие крупные мазки, можно сказать, иллюстрирующие то, что тогда происходило, я надеюсь, что то, что предпринимается сейчас разными государственными, общественными организациями для сохранения, возвращения памяти о Великой Отечественной войне, кого-то сподвигнет на то, чтобы посмотреть документы, почитать работы серьёзных историков, ну, и, в общем, понять, прочувствовать то, что на самом деле происходило 75 лет назад на территории нашей страны, Молдавии и других соседних государств в целом, в Восточной Европе и в мире. Спасибо большое. Очень хотелось бы, чтобы наши молдавские друзья также имели возможность, собственно, доступ к этим документам, он открыт, имели возможность также с этими документами познакомиться, потому что это рассказывает об истории, собственно, их страны, об истории, когда мы были единым государством, когда мы были вместе и вместе сражались с нацизмом. Я сейчас хочу передать слово в Кишинёв. Красная армия освобождала территорию Молдавии от немецких и румынских оккупантов. О чём сегодня, в канун 75-й годовщины, вспоминают в Молдавии, и как Молдова готовится к празднованию этой, ну, знаменательной даты? Да, спасибо большое. Ну, я хотел бы просто два слова сказать. Во-первых, большое спасибо за проделанную работу. Это прекрасные документы, опубликованные на вашем сайте. Я думаю, будут большим подспорьем для исследований наших историков, и они обязательно будут туда обращаться. Я передаю слово нашему спикеру Борису Скламко, что происходит сегодня в Молдавии, и как в нашей стране идёт подготовка, и вообще в целом, накануне вот этого праздника, какая у нас ситуация? Спасибо. Ну, у нас уже не идёт подготовка, у нас с полным ходом идёт празднование 75-й годовщины освобождения Республики Молдова. Эти мероприятия начались 20 августа, в день начала Яско-Кишинёвской операции. И, соответственно, в разных районах и городах проводятся различные мероприятия, шествия, митинги, какие-то круглые столы, научно-практические конференции и так далее. Ну, могу чисто конспективно рассказать о тех мероприятиях, которые проводит наш Национальный координационный комитет «Победа», который действует у нас в Республике уже несколько лет, наш Союз офицеров Республики Молдова, очень влиятельная, общественная, авторитетная такая организация, которые и многие другие, которые входят в Национальный координационный комитет «Победа», которые работают над сохранением исторической памяти о тех событиях Великой Отечественной войны. Ведь мы, Молдова, были составной частью Советского Союза, и граждане Республики Молдова, ну, около 400 тысяч, воевало в рядах Красной Армии. Поэтому для абсолютного большинства граждан современной Молдовы это праздник, и это действительно так, это праздник освобождения от фашистской немецко-румынской оккупации. Ну, вот, 21 августа мы красили памятник, наш советский танк под Леушенами, где соединились 2-й и 3-й украинские фронты 23 августа 1944 года. 22 августа в Российском Центре науки и культуры у нас открылась фотовыставка, она так и называется, «Охо-эхо освобождения» известного нашего молдавского фотомастера Бориса Копнина. Но основная масса мероприятий проходит именно сегодня. Почему? Потому что 23 августа 1944 года был освобожден город Камрад, это столица нашего гагаузского региона, и 23 августа фактически был освобожден город Кишинев. Почему? Потому что штурм Кишинева начался где-то в 17-18 часов 23 августа 1944 года. Ну, чисто формально мы говорим, что окончательно Кишинев был освобожден к 4 утрам 24 августа. И поэтому приказ Верховного Главнокомандующего, командующим 3-го и 2-го украинских фронтов по этому событию, салют и так далее, состоялись 24 августа 1944 года. Ну, поэтому мы эту дату чисто официально отмечаем 24 августа, как день освобождения Кишинева, так и отмечаем как день освобождения Молдовы от фашистской оккупации, несмотря на то, что Яско-Кишиневская операция завершилась 29 августа, но фактически бои были прекращены во второй половине 27 августа, когда части 6-й немецкой армии начали массово сдаваться в плен после трех бесплотных дней попытаться прорваться за пруд. Помимо сегодняшнего марша освобождения в Камрате, в которых принял участие президент Республики Молдова Игорь Николаевич Додон, сегодня прошло открытие вновь отреставрированного мемориального комплекса в селе Раскайцы Штефан-Водского района. Чем знаменит этот мемориал, комплекс, это так называемый мемориал Ломакина, Героя Советского Союза, или его называют высотой 11 Героев Советского Союза, вот за захват плацдарма под Раскайцами 11 воинов сразу получили звание Героя Советского Союза, хотя у нас таких ситуаций было много, есть чисто уникальные, в том числе и в рамках Великой Отечественной войны, за плацдарм в Гурабыкулу, это рядом между Бендерами и Шерпенским плацдармом, 18 воинов получили звание Героя Советского Союза, ну вот такие уникальные у нас вещи происходили. И там тоже участвует президент в этих мероприятиях, ну и сегодня, вот сегодня у нас вот такой аккорд, вот я вам показываю книгу «Освобождение Кишинева от фашистской оккупации», авторы Борис Шиповалов и Виктор Гайчук, два доктора наук. Мы, вот эта книга впервые, вот так получилось за 75 лет, после тех событий рассказывают об освобождении города Кишинева, потому что до этого так получилось, никто из историков это событие не освещали по различным причинам. Сегодня же состоится вечером презентация нового фильма «История Молдовы. Яско-Кишиневская операция», а завтра у нас торжественное возложение цветов, выезд на Шерпенский плацдарм, там митинг, концерт, и вечером большая концертная программа молдавских мастеров искусств, и в том числе к нам приезжает Елена Ваенга, которая выступит со своей концертной программой завтра на площади, и это завершится праздничным салютом. Ну и завершают праздничные мероприятия, это событие 25 августа, церемония перезахоронения 68 воинов Красной Армии в селе Каракуй Ханчерского района, где шли самые ожесточенные бои по уничтожению немецко-фашистской группировки. Да, Борис, спасибо. Ну такая картина, хотя нужно сказать, Александр, что не все так гладко у нас, потому что это как бы одна ветвь власти, вот так относится к этому празднику другая, но это по линии правительства относится иначе. Но я думаю, не будем сейчас заострять на этом внимание. Вам тогда, вашим спикерам, слава дальше. Да, спасибо. Не надо о грустном, потому что все-таки вот то, что мы услышали, действительно приятно, радует, что, по крайней мере, часть Молдавии празднует, в общем-то, нашу общую победу. Я сейчас хочу подключить к разговору наших уважаемых военных историков и все-таки из дня сегодняшнего перенестись на 75 лет назад. Очень хочется поговорить о самой Яско-Кишиневской операции, как она разрабатывалась, как проводилась, какие были особенности, в чем был замысел, какова была военно-политическая обстановка вот накануне ее начала. Я передаю слово Борису Николаевичу, прошу прощения, Сергею Геннадьевичу. Нет, Борису Николаевичу все-таки. Хорошо, спасибо большое. Добрый день, уважаемые коллеги. Я прежде всего обращаюсь к коллегам из Кишинева. Хотелось бы поздравить с этой знаменательной датой, 75-летием освобождения Кишинева и Молдавии всей, от фашистских захватчиков и пожелать всем тем кишиневцам и гражданам Молдовы, тех, кто празднует эту дату дальнейшего процветания. Но что касается Яско-Кишиневской наступательной операции, здесь необходимо отметить, что она проводилась и планировалась, проводилась в условиях обладания советским командованием стратегической инициативы на Советско-Германском фронте. Когда уже состоялись в 1943 году известные нам победы под Сталинградом, Курском и на Днепре. Кстати, уважаемые коллеги, сегодня 76-я годовщина со дня победы в Курской битве, именно 23 августа 1943 года завершилась операция под кодом наименованием полководец Румянцев «Белгородско-Харьковское взятие нашими войсками города Харькова». Это является днём воинской славы в России. Так вот, совокупность побед под Сталинградом, Курском, а также на Днепре в 1943 году как раз знаменовали собой коренной перелом в Великой Отечественной войне. И, в общем-то, с учётом того, что уже в конце ноября, в начале декабря 1943 года состоялась Тегеранская конференция с участием лидеров трёх держав антигитлерской коалиции, и было принято решение о том, что, наконец-таки, будет союзниками открыт второй фронт, не позже мая 1944 года, можно констатировать, что действительно Яско-Кишинёвская стратегическая наступательная операция, она как раз-таки планировалась и проводилась в условиях стратегического, скажем так, преимущества советских войск. И с началом 6 июня 1944 года союзниками операции «Оверлорд» в Европе, соответственно, и, так сказать, можно говорить о том, что эта операция окончательно определила, скажем так, окончательно определила ту ситуацию, при которой исход Второй мировой войны, как предоносной для страны Тегерской коалиции, значит, он уже, так сказать, будет определён. Далее. Яско-Кишинёвская стратегическая наступательная операция, как мы помним, она явилась логическим продолжением Уманско-Баташанской операции. И надо сказать, что Уманско-Баташанская операция, которая проводилась в марте-апреле 1944 года, она положила начало освобождению, так сказать, территорий Молдавской ССР в то время, потому что, как мы знаем, 26 марта 1944 года наши войска освободили в город Бельцы, а уже 28 марта наши войска вышли на государственную границу и перешли её с Румынией. Поэтому, говоря о Яско-Кишинёвской наступательной операции, так сказать, необходимо помнить, что она была подготовлена всем ходом наступления наших войск, войск Красной Армии в 1944 году, и непосредственно была подготовлена итогами Уманско-Баташанской операции, поскольку в конце Уманско-Баташанской операции войска 2-го Украинского фронта, в то время под командованием маршала Советского Союза Жукова, уже непосредственно, так сказать, подошли и центральной своей частью, а также левым крылом, нависли над мощными центрами, оборонительными центрами противника, это Ясами и Кишинёвым. В-третьих, Яско-Кишинёвская наступательная операция относится к числу наиболее выдающейся операций Красной Армии. Ну, почему так мы говорим? Во-первых, она, так сказать, была достаточно скоротечной. Если мы сравним эту операцию по срокам с другими выдающимися операциями Красной Армии, то ведь она продолжалась всего лишь 20 дней. То есть, 20 дней. Для таких операций, стратегических операций, это, конечно, кратчайший срок. Если мы посмотрим на итоги, о чём я дальше остановлюсь, то итоги, конечно, будут впечатляющие. Эта операция характеризовалась также искусственным выбором направления главных ударов. Здесь мы должны сказать, что особенностью подготовки стратегической наступательной операции явилось то, что советское командование, ставка верховного главного командования, непосредственно, так сказать, штабы 2-го и 3-го украинских фронтов поработали достаточно эффективно и подготовили скрытые направления главных ударов, которые не распознали наши противники, то есть вермахт и командование румынских, так сказать, войск. Почему? Потому что благодаря очень искусственно выбранным направлениям главных ударов на 2-м и 3-м украинском фронте, учитывая очень эффективную и скрытную перегруппировку наших войск удалось сосредоточить на направлении главных ударов очень большой численный перевес в пользу советских войск в живой силе или в личном составе примерно в 6 раз в среднем, в артиллерии в 8,5 раз, в танках и САУ в 6 раз, в самолетах почти в 3 раза. То есть вот это очень, так сказать, показательный момент в том, что военное искусство, советское военное искусство и советская военная мысль уже в 1944 году работала достаточно эффективно. Операция характеризовалась также эффективным применением танковых и механизированных корпусов, войск, извините. Своевременный ввод их прорыв в полосе наступления общевойсковых армий, я вам должен сказать, что совокупно на 2-м и 3-м, на 2-м и 3-м украинских фронтах было привлечено 10 общевойсковых армий, 1 танковая, 6-я танковая армия, 2 механизированных корпуса и 2 танковых корпуса, ну плюс авиация 5-й воздушной армии. Поэтому, конечно, советское командование и ставка Верховного Главного Командования ожидала от проведения этой операции большого успеха. Значит, что касается дальнейших особенностей в плане проведения стратегической наступательной операции по элементам военного искусства, отмечается тесное взаимодействие сахопутных войск Черноморского флота, авиации. Далее, очень высокие темпы наступления. Зафиксированы темпы наступления в показателях 25-35 км в сутки. Я для сравнения могу привести, что наши союзники, проводя операцию «Оверлорд», имели не более от 5 до 10 км в сутки продвижения войск, то есть темпы наступления. Поэтому такие темпы наступления обеспечили очень быстрый скоротечный успех в данной операции. Важнейшую роль в развитии успеха в этой операции играли, конечно, эшелоны развития успеха, которым выступали наши подвижные формирования в лице 6-й танковой армии, которая была введена в наступление в полосе 27-й армии, а также 18-й и 23-й танковые корпуса, которые были введены в прорыв после взлома тактической зоны обороны и имели очень большой успех в развитии своего наступления. Военными историками советскими зафиксировано, что в данной операции ширина фронта составляла примерно до 500 км, а глубина продвижения, и прежде всего это благодаря танковым войскам, до 800 км вглубь. Вот такие показатели, скажем так, особенностей подготовки и проведения. Ну и еще один элемент, нельзя об этом не сказать. Дело в том, что во многих операциях, которые проводили советские войска, и в частности в этой операции, активно участие принимали местные молдавские партизаны. Я должен отметить, что партизанское движение в Молдавии началось с момента оккупации Молдавской ССР с 1943 года, и накануне данной операции, и в ходе этой операции партизанам удалось, скажем так, провести очень много эффективных акций против оккупантов. Ну, в частности, было подорвано 8 эшелонов с различными грузами и личным составом противника. Далее, было уничтожено более 2000 военнослужащих и полицейских, более 100 автомашин, бронетранспортеров и другой техники. Но самое главное, что накануне проведения операции партизанам Молдавии удалось спасти от угона в Германию и Румынию более 40 тысяч населения Молдавии. В результате проведения данной операции в короткие сроки войска 2-го и 3-го Украинского фронта уничтожили 22 дивизии и 37 отдельных частей противника, разгромили почти все у Минской дивизии, которые находились на фронте, захватили в плен более 208 тысяч человек, уничтожили и захватили 3,5 тысяч орудий и минометов свыше 340 танков и около 300 самолетов и много другой боевой техники. При минимальных собственных потерях, напомню, что безвозвратные потери обоих фронтов составили 12,5 тысяч человек, то есть убитыми и умершими от ран, а санитарные потери составили около 54 тысяч человек. И самый главный результат это то, что Румыния была выведена из... Совершенно верно, но это уже о значении, я бы хотел сказать. Просто у нас не так много времени. И, уважаемые коллеги, по значению данной операции, да, конечно же, данная операция способствовала улучшению для нас военно-стратегической обстановки на всем советско-германском фронте. Фактически из войны было выведено сначала Румыния, ну а затем, как известно, во второй части данной операции и Болгария, которые в дальнейшем, так сказать, стали союзниками стран антигитерской коалиции во Второй мировой войне, открылась перспектива хорошего, активного и эффективного наступления в страны Юго-Восточной Европы и на Балканы. В корне изменилась обстановка на Черном море. После того, как из войны были выведены Румыния, а затем Болгария, советский Черноморский флот стал доминировать на Черном море. Ну вот таковы основные особенности подготовки, проведения и результаты данной операции. Благодарю вас. Спасибо большое, Борис Николаевич. Сергей Геннадьевич, вам хочу передать слово. Территория Молдавии в общей сложности была оккупирована все-таки не немцами, а румынскими войсками. Какое место вообще Молдавия, Бессарабия занимала в так называемом новом порядке Гитлера? Почему отдали румынам? Спасибо большое за предоставленную возможность выступить на этом достойном форуме. Я хочу также присоединиться и поздравить молдавских коллег с праздником, с 75-летием освобождения Молдавии от немецко-румынской оккупации. Скажем так, факты остаются фактами, оккупация была, потому что общепризнанным фактом на сегодняшний день остается то, что Румыния и Германия на этом участке в 1941 году первыми начали агрессию, и это неоспоримо. Хочется также сказать, что, наверное, так получилось, это можно отнести к политическому значению именно яско-кишиневской операции, то, что, если не брать во внимание советско-финский участок фронта в годы Великой Отечественной войны, то на Кишиневском направлении советские войска покинули этот регион в самое позже время, в конце июля, потому что возникла опасность окружения нашей группировки, и она просто-напросто могла быть свергнута в Черное море. Поэтому мы были вынуждены отвезти свои войска к Одессе и далее по Северному причерноморью на восток. То есть Молдавию покинули советские войска последними, и так получилось, и Борис Николаевич сегодня говорил об этом тоже, но тут я хотел бы его немного поправить. Советские войска вышли на государственную границу на тот момент Советского Союза. Есть разные источники, они расходятся всего в один день, одни источники указывают, что это произошло 24 марта, другие указывают 25 марта. Это был тот же Второй Украинский фронт. Первыми на участке фронта примерно 85 километров 24 марта 1944 года вышли части 27-й армии, затем к ним присоединились части 40-й и впоследствии 52-й армии. И с этого момента охрана государственной границы была передана пограничниками на этом участке, который уже в мае здесь был сформирован Молдавский пограничный округ, и советские пограничники приступили к охране государственной границы. Это с одной стороны. С другой стороны, мы должны понимать, что операция Второго Украинского фронта в марте-апреле 1944 года, которая предполагала и освобождение Кишинева, и дальнейшее продвижение вглубь румынской территории, она оказалась незавершенной в силу ряда причин. И к решению этого вопроса Красная Армия вернулась только лишь к августу 1944 года. Я хотел бы обратить на это внимание. То есть именно Манско-Баташанскую операцию можно рассматривать как предтечу Яско-Кишиневской операции. Еще один момент, на который хотелось бы обратить коллеги ваше внимание. Очень часто в современной литературе можно найти упоминание то, что Яско-Кишиневская операция – это вторые канны. Здесь возникает вопрос, значит, для кого, ну то есть какая система координат для этой оценки. Вот я, когда готовился к этому телемосту, посмотрел литературу и, знаете, пришел к интересному достаточно выводу. Наверное, с каннами сравнивать достаточно трудно, потому что битва при Каннах была в очень далекое время, еще до нашей эры. Но здесь, наверное, можно сравнивать со Сталинградской битвой, тем более со стороны противника Красной Армии участвовали те же самые, скажем так, фигуранты, то есть это 6-я немецкая и 3-я румынская армии. И фактически здесь они наступили на те же самые грабли, что и в контрнаступлении советских войск под Сталинградом. Они были взяты в клещи, как это было при Каннах в свое время, и фактически 6-я армия в очередной раз прекратила, немецкая 6-я армия прекратила свое существование. Если говорить о политическом аспекте, о политическом аспекте Яско-Кишиневской операции, то мы должны посмотреть еще немножечко как бы в предшествующие годы к 1944 году по отношению. Ведь перед началом Великой Отечественной войны, когда уже в Европе бушевала Вторая мировая война, например, немецкий министр экономики Функ рассматривал в одной своих речей, рассматривал вообще Восточную Европу как сырьевой придаток Германии, Италии и других европейских государств. И вообще, кстати, речи о каких-то государствах в этом районе не шло. В их речах и документах по состоянию на 1940 год было такое название «Дунайско-Балканское пространство», а существование каких-то государств там речи вообще не шло. Мы об этом тоже должны помнить и не забывать. И те попытки фальсифицировать историю в настоящее время только лишь как передергивание рассматривать нельзя, передергивание исторических фактов, я имею в виду. Вот, наверное, так вот я хотел бы прокомментировать. Спасибо большое, Сергей Геннадьевич. Я сейчас хочу вновь передать слово в Кишинев. Борис Шаповалов также военный историк, и, насколько я знаю, он досконально занимается исследованием как раз вот этого периода в истории Молдавии. И я полагаю, он сможет дополнить, а может быть, остановиться на каких-то нюансах, о которых его российские коллеги еще не упомянули. Пожалуйста, Евгений, вам слово. Да, конечно, еще экономим время, Борис, после того, о чем вас попросила Оксана, я бы еще хотел задать вопрос сразу же. Почему такая разная политическая оценка этих событий в Европе и у нас? Пожалуйста. Ну, разная оценка потому, что сегодня в Европе, которая расширяет Европейский Союз, невыгодно говорить о том, что 22 июня, ну не 22 июня, а в 1941 году 9 европейских государств официально объявили войну Советскому Союзу. О том, что в рядах вермахта воевало 1 миллион и 800 тысяч европейцев. О том, что в эсэсовских подразделениях воевало более 400 тысяч европейцев из других стран, не немцев. Невыгодно сегодня об этом вспоминать, невыгодно говорить об этом. Сегодня вот, кстати, 85-летие так называемого пакта Молотова-Риббентропа, правильное название, мы знаем, договор о ненападении между Германией и Советским Союзом. Сегодня в Европе хотелось бы, чтобы эта дата была привязана к 1 сентября 1939 года и таким образом была возложена ответственность за развязывание Второй мировой войны в одинаковой степени на нацистскую Германию, которая подчинила себя всю Европу, поставила на колени и обломала зубы о Советский Союз. Ну и теория двух тиранов и прочие-прочие вот эти все вещи, чисто пропагандистские, но которые, к сожалению, очень активно работают, они оказывают на это влияние. И посмотрите, все последние решения, заявления, даже законы, которые принимаются, где принимаются? В Словакии, которая воевала против СССР, в Венгрии, которая воевала против СССР, где еще там? В Румынии они поднимаются, которые воевали против у нас. В Польше поднимаются об этом, но они почему-то забывают о двух дивизиях польских, которые воевали на Восточном фронте, о 600 тысяч военных формирований, которые были на территории так называемой оккупированной Польши. Можно вспоминать и о французском сопротивлении, которое фактически в 43-м году появилось после Сталинграда. Тут много есть различных причин, когда люди пытаются переписать историю. Но я хотел бы поддержать наших коллег, историков, которые говорили о Яско-Кишиневской операции и сказать несколько слов об этих особенностях. В частности, здесь возник вопрос, Яско-Кишиневские канны и так далее. Впервые это Родион Яковлевич Малиновский, его знаменитые мемуары так и назывались вместе с маршалом Бирюзовым. Они написали Яско-Кишиневские канны и оттуда вот эта терминология и пошла. Я абсолютно солидарен и согласен, что более правильно называть Яско-Кишиневский Сталинград, потому что по составу участников 3-я, 4-я румынская армия, полностью разгромленные под Сталинградом. 6-я немецкая армия Паулиса, которую Гитлер восстановил в 1943 году. И помните, ее же назвали «Армия мстителей», потому что туда преимущественно призывались родственники тех, кто погиб под Сталинградом. Но под Кишиневом им вторично не повезло. Более 300 тысяч военнослужащих, офицеров и солдат 6-й немецкой армии и 18 дивизий попали в Кишиневские котелы, были абсолютно полностью разгромлены. Очень интересные цифры, вот это тоже специфика Яско-Кишиневской операции, полных цифр оказывается по погибшим, попавшим в плен, у нас нет, потому что это касается исторических данных по Румынии. Мы лишь вот пару лет тому назад, молдавские историки подсчитали, а сколько румынских военнослужащих, потому что все те цифры, которые приводятся в сводках, информбюро, в прочих документах, это по немецкой армии, по 6-й и 8-й немецким армии. А вот румынские армии, вот даже в румынских источниках вы не найдете цифру, а сколько же румын погибло в Яско-Кишиневской операции? Мы подсчитали 78 тысяч, 77-78 тысяч, румынские историки этого не могут сделать. Вот, и на сегодняшний день, если говорить, то Яско-Кишиневская операция знаменита тем, что из 950-тысячной группировки немецких и румынских войск погибло и попало в плен более полумиллиона человек. Можете себе представить эту цифру? Более полумиллиона человек. И где-то под 300 тысяч, если сложить, немецких солдат и офицеров и румынских погибло в этой Яско-Кишиневской операции. И вот коллеги приводили эти цифры, да, безвозвратные потери Красной Армии за 10 дней боев, это 12,5 тысяч, 1% от советской группировки, 1 миллион 250 тысяч. Это, конечно же, потрясающий результат, это вот результат той тщательной подготовки Яско-Кишиневской операции, которая проводилась. Я, как человек, родившийся в селе Кицканы на знаменитом Кицканском плацдарме, не могу обойти эту тему, потому что, вот, коллеги больше говорили о втором украинском фронте, у Мана-Баташанской операции, но не надо забывать, что юг Молдовы и Украины освобождал Третий Украинский фронт, и это в результате Одесской наступательной операции Третий Украинский фронт вышел на реку Днестр, и войска 12-14 апреля захватили всем плацдармам, из которых Варницкий и Шерпенский сыграли отвлекающую роль. Немцы были уверены, что Красная армия будет наступать прямо на Кишинев, там 35 километров разницы, и вся логика говорила о том, что это нужно было делать, потому что Кишинев был центральным узлом обороны, железнодорожным, авиационным узлом и так далее. Но вот именно ценность и исключительность операции Яско-Кишиневской повторяет Сталинград, потому что точно так же под Сталинградом фронт прорывался в зоне ответственности румынских армий Третий и Четвертый. То же самое произошло и во время Яско-Кишиневской операции. И та же самая шестая немецкая армия попала в тот же самый котел благодаря своим союзникам, которые не так уж хорошо и умели воевать. И здесь надо подчеркнуть еще один момент, да, конечно же, это вот стратегическая вот задача, которая была выполнена, да, прорыв с Кицканского плацдарма, он действительно оказался абсолютно, ну скажем так, ну неожидаемым, да, потому что советские войска провели очень большую, скажем так, дезинформационную работу на протяжении июня, июля и августа 1944 года, скажем так, на линии знаменитой пятой ударной армии Николая Берзарина, которая стояла как раз напротив Шерпенского плацдарма. Там демонстративно разгружались танковые корпуса, механизированные корпуса, артиллерийская дивизия прорыва, РГК, два стрелковых корпуса, но потом все это пропадало, исчезало, что-то попадало на второй украинский фронт, как танковые корпуса, а два механизированных корпуса оказалось на Кицканском плацдарме, чуть-чуть южнее. Ну вот таким вот образом, то есть вот этот весь комплекс мероприятий, он оказал очень большую роль на результативность Яско-Кишневской операции. Но об этом говорить можно долго, потому что по Яско-Кишневской операции, если я не ошибаюсь, около десятка диссертаций защитено кандидатов, докторов военных наук, исторических наук, то есть все очень хорошо известно. По Кишневу вот мы сегодня решили, презентуем буквально через полтора часа вот эту книгу нашу об освобождении Кишнева. Мы впервые вводим в научный оборот очень много документов, журналы боевых действий 5-й ударной армии, 32-го стрелкового корпуса, нескольких стрелковых дивизий, которые в этом участвовали. Кстати, вот коллеги говорили, я вам очень благодарен за те документы, которые сегодня утром были выставлены. Я их увидел в 6 утра уже в интернете и на сайте Министерства обороны. И вот то, что вы показывали, мы обязательно используем к 75-летию освобождение, не освобождение, а победы Советского Союза, вот то, что мы будем отмечать в будущем году. Спасибо вам. Спасибо. Константин Ильич, скажите пару слов. Благодарен в свою очередь молдавским коллегам вам, Борис Андреевич, за такое подробное выступление, сообщение и за готовность к совместной работе. Еще раз скажу, что уже в середине сентября будут готовы выставки для освобожденных Красной Армии государств. И давайте мы с вами подумаем, где в Молдове было бы наиболее интересно гражданам вашей страны, любителям истории посмотреть эти выставки так, чтобы как можно больше народу смогли бы что-то новое для себя узнать. Спасибо. Спасибо. Я предлагаю коллегам-журналистам подключиться к разговору. Короткие вопросы, короткие ответы. На второй ряд, пожалуйста, микрофон. Представьтесь, кому ваш вопрос. Да, вам микрофон. Владимир Аникович, Медиахолдинг, Регион России. У меня будет вопрос в Кишинев. Вот если брать в соотношение истории современности, то мы видим, что на территории Украины и Польши происходят идеологи против коммунизма и так далее. В рамках этого, де-идеологизация, в рамках этого переписываются истории, рушатся памятники и так далее. Мы видим, что Молдова как бы тоже находится в таком месте центральном форпоз защиты исторической памяти и так далее. В целом, опишите ситуацию, что происходит сейчас, как удается противостоять всем этим попыткам, де-идеологизации и переписывания истории. Вот. И, соответственно, как происходит защита от исторической памяти в моменте? Спасибо. Здесь есть у нас одна проблема. Официально у нас сегодня еще в учебных заведениях, в школах изучается так называемый курс истории румын. Он полностью идеологизирован, там вы не найдете ничего о Второй мировой войне толком, тем более Великая Отечественная война, это словосочетание вообще не употребляется. Вы в наших школьных учебниках не найдете цифры о том, что в Красной армии в Великую Отечественную войну воевало почти 400 тысяч уроженцев Молдовы. Вы там не прочитаете о том, что из них 250 тысяч были награждены орденами и медалями. Кстати, каждый второй, в отличие в целом по СССР, каждый четвертый, пятый. То есть, молдаване хорошо воевали и воевали вот за ту советскую власть. 26 человек у нас, 19 героев Советского Союза и 7 полных кавалеров Ордена Славы, уроженцы, в том числе знаменитый маршал Тимошенко, бессарабец, он наша земля, который координировал действия 2-го и 3-го украинских фронтов. Здесь есть, конечно, проблемы. Но с другой стороны, вот здоровая часть исторического сообщества, ну вот я вам показываю только вот за этот год, вот это вот три книги мои и Гайчука. Есть еще десяток других наших вменяемых историков, которые рассказывают о правде, о том, что, к счастью, мы, наверное, более здравомыслящие или у нас более такая атмосфера немножечко другая в стране. У нас не разрушен ни один памятник, наоборот, мы открываем, реставрируем порядка 10-15 памятников ежегодно, большие мемориальные комплексы, где захоронены тысячи наших сограждан. Только в этом году, по-моему, 4 или 5 вот восстановлены и открыты. В этом плане у нас нормально. Хотя есть, конечно, акты вандализма, то какой-то танк краской обольют, то нарисуют на нем румынский флаг. Но есть неприятные, конечно, вещи. Вот, допустим, месяц тому назад в Сорокском районе торжественно в одном селе открыли мемориал погибшим румынским героям, ну, тем оккупантам, которые пришли на нашу землю в 1941 году и вот сложили свои буйные головы на нашей земле. Ну, вот такие вот рецидивы есть. Но что сделаешь? Мы живем в том обществе, в котором живем. Сегодня правительство попыталось там объявить какой-то день траура, но это связано больше с пактом Риббентропа и Молодого. Вот. Там вот они ссылаются на эту резолюцию знаменитую, европейскую, по-моему, 2009 года, да? Да, да, да. Вот. Но они собрали там человек 20 и раздали 20 травмных черных ленточек, и на этом вся их акция закончилась. А вот завтра, завтра, завтра выйдут сотни тысяч по всей республике и будут праздновать день освобождения. Поэтому мы абсолютно спокойны за то, что у нас вот люди, простые, обычные люди, они помнят, они чтут наших героев. Евгений, у вас есть вопросы на вашей площадке? Оксана, вы Кишинев спрашиваете? Ну, конечно. Ага, да, я прошу прощения. Давай, Оксана, у нас есть вопросы, но Борису надо ехать на презентацию, и я попрошу, если это возможно. Ну, давайте тогда мы Бориса Шиповалова отпустим, если есть вопрос. А, есть один вопрос еще к нему из Москвы. Сейчас я дам микрофон. Да, пожалуйста. Иван Александрович из газеты «Советник президента». Борис Андреевич, вопрос. Кроме Елены Ваенги, кого вы еще пригласили на ваш праздник? Я знаю, кого сразу и президент «Сила», но пригласили из артистов. Но я знаю, что из российских будет Елена Ваенга со своей программой. Но я знаю, что сегодня к нам приезжает большая делегация Совета Федерации на все наши праздницы. Знаю, что завтра должен быть министр обороны Российской Федерации, Шойгу, который будет участвовать во всех наших праздничных мероприятиях. Вот это знаю точно. Спасибо большое, Борис Андреевич. Отпускаем вас. Спасибо огромное за участие. Евгений, если есть вопросы к российским участникам, они готовы ответить. С молдавской стороны. Хорошо. Ну давайте я тогда от лица наших СМИ задам этот вопрос. В самом начале нашего мероприятия были представлены документы на сайте Российского исторического общества. И в этой связи хотелось бы вас спросить, а какое количество документов Великой Отечественной войны, я не буду уточнять, там по Яско-Кишиневской операции или по другим операциям, в принципе еще не опубликованы. И может ли, в общем-то, научная общественность и широкие слои населения ознакомиться со всеми документами Великой Отечественной войны? Спасибо за вопрос. Но коллеги, которые занимаются военной историей, работают в архиве, вообще все, кто занимается историей, наверное, все вам могут сказать, что все документы никогда никто не опубликует. Это не равнозначно тому, что к ним закрыт доступ. Архивные документы находятся, хранятся в архивах, российские архивы открыты, и документы Великой Отечественной войны на сегодняшний день, те, которые хранятся в архиве Министерства обороны, рассекречены полностью. И в этом смысле российские архивы принимают исследователей, исследователи работают над этими документами. Конечно, бок о бок с научной работой, с работой профессиональных историков должна идти популяризаторская деятельность. И мы стараемся и заниматься по мере возможности именно с этим, и связанные вот эти мероприятия по организации документальных выставок, публикации документов, даже, ну опять же, если мы говорим в строгом смысле, то то, чем занимается российское историческое общество в своем портале, то, чем занимается Министерство обороны, это не в строгом смысле публикация документов, это их размещение, обнародование. Научная публикация документов предполагает и научный комментарий, и ряд других аспектов этой работы. Поэтому я думаю, что шаг за шагом мы в нашем цифровом обществе движемся к тому, чтобы как можно больше документов были открыты, доступны онлайн. Но я надеюсь, что вот это обращение к документальному наследию, оно кого-то сподвигнет. Люди, может быть, молодые, займутся историей, пойдут в науку, научатся работать в архивах, и будут вслед за и Борисом Андреевичем, и нашими сегодняшними московскими собеседниками работать уже над документами, готовить новые публикации. Каждое годовщине освобождения, вот сейчас связанное с 75-летием Победы, которую мы будем отмечать в следующем году, Министерство обороны регулярно что-то выкладывает на своем сайте. Да, конечно. Это работает именно на это, на популяризацию истории Великой Отечественной войны, на обращение к документам. То есть сколько мы еще увидим? Лучшее средство борьбы против любой фальсификации истории – это обращение к подлинным историческим документам. Другого нет, не придумали, не существует. Спасибо. Что-то хотите дополнить? Да, если можно. Здесь я, наверное, коллегу дополню, знаете, в каком плане. Исходя из собственного опыта, в настоящее время, например, в Государственном архиве Российской Федерации практически, когда приходишь туда работать, еще надо в очереди стоять, чтобы освободилось место для работы. Очень много молодежи, очень много студентов. Вот это первое впечатление о Гарфе. Если говорить о российском государственном военном архиве, то, с моей точки зрения, сейчас там очень много работает людей, которые пытаются найти или изучить историю своей семьи. Отец, дед где-то служил, где-то воевал. Пытаются как-то узнать подробности. В том числе и кто-то был репрессирован. Такое, к сожалению, тоже не обошло нашей семье россиян. Еще обращает на себя внимание очень много, например, опять же, в Российском государственном военном архиве исследователей из прибалтийских государств. Китайцев много. То есть архивы, я здесь соглашусь с коллегой, у нас открыты. Я не говорю, что любой документ может быть выдан исследователю, но, как говорится, пытаться надо. И кто настойчив в этом плане, он получает доступ. И документы на самом деле достаточно уникальные бывают. Вот работаешь с документом, и до тебя один-два человека. Есть документы, где вообще ты первый человек, который открыл его, кроме работника архива. То есть широкое поле деятельности и для исследователей, и для ученых, и для простых граждан. Спасибо. Спасибо. Коллеги, в Москве вопросы остались к нашим гостям? Да, пожалуйста. Добрый день, Радио Спутник. Во время мероприятия неоднократно говорилось о необходимости сохранения, где нужно восстановление исторической правды. Я хотел бы уточнить, как вы оцениваете взаимодействие, роль средств массовой информации в этом и их взаимодействие с вами? У меня вопрос. Спасибо. Мы понимаем, что в этом деле без средств массовой информации никуда. И благодарны нашим СМИ. И в первую очередь я должен поблагодарить и Россию сегодня, Рея Новости, лично, Оксану, за то, что вы здесь регулярно обращаетесь к исторической проблематике и много делаете для того, чтобы нашим гражданам историческая повестка была доступна в полном объеме. Спасибо вам, что приходите и просвещаете нас. Так, ваш вопрос. Еще, пожалуйста, на второй ряд микрофон. Да, вот у меня к московским коллегам. 3 декабря будет День памяти неизвестного солдата. Соответственно, что сейчас делается в коллаборации с другими республиками, как Молдова и так далее, чтобы максимально выявить, кто еще неизвестен, имена их и так далее. Спасибо. Я бы так ответил на этот вопрос, что я честно скажу, что я не являюсь представителем поискового движения, но в этом плане у нас есть две составляющие в этом направлении. Во-первых, если говорить о Министерстве обороны, то в структуре Министерства обороны существует батальон, где проходят службу как военнослужащие по контракту, так и по призыву, которые ежегодно имеют задачу поиска погибших и каких-то материалов проведения раскопок на месте боев. Это одна составляющая. Вторая составляющая у нас достаточно и в России, и в странах СНГ достаточно сильное поисковое движение как бы снизу от народа. И об этом мы знаем. Но, к сожалению, сегодня не присутствует коллега с молдавской стороны. Честно говоря, с удовольствием бы послушал, но он в силу обстоятельств каких-то не прибыл сегодня. Я так понимаю, что и в Молдавии сейчас такая работа проводится. И, естественно, как принято говорить, война не закончилась, пока последний солдат не похоронен. К сожалению, эта задача пока не выполнена. И когда она будет выполнена, я бы не брался какие-то сроки устанавливать. Сейчас я бы сказал так. Из моего собственного опыта я даже был знаком с рядом товарищей, которые, даже наши поисковики, ведут не только на территории бывшего Советского Союза такую поисковую работу, но и в европейских странах. То есть, уже имея опыт такой поисковой работы у нас в России, и в Финляндии, и в Польше, и в Германии, такие работы ведутся. Но очень часто это бывает и, ну, скажем так, в порядке частной инициативы. Естественно, это приветствуется, как я так понимаю, и нашим государством, и, я думаю, всеми присутствующими здесь. Спасибо. Спасибо. Да, пожалуйста. Еще я бы мог дополнить Сергею Геннадьевичу. И, уважаемые коллеги, дело в том, что, не забывайте, что у нас еще создана такая молодежная организация, как Юнармия. Более того, Юнармия, она создавалась, видимо, ну, понятно, в каких целях, в целях развития патриотизма в нашем обществе, прежде всего, среди молодежи и так далее. Скажу еще вот о чем, что уже много лет в Московской, например, области ведется, разрабатывается, поощряется, ширится поисковое движение среди школьников. Очень много школьников Московской области задействованы вот в этом движении, причем в добровольном порядке. Поэтому мы считаем, что вопросы, так сказать, развития патриотизма, вопросы утверждения памяти о Великой Отечественной войне, они прививаются буквально со школьных времен и, так сказать, сегодня получают дальнейшее продвижение. Поэтому, наверное, будет правильным считать, что вопросы, связанные с воспитанием нашего подрастающего поколения, молодежи, в целом российского населения, в данном случае и в данный момент являются, наверное, на должном уровне. Спасибо. Спасибо большое. Ну, да, пожалуйста, Ваш вопрос, видимо, он будет последним. Евгений, я Кишинев не спрашиваю, у Вас еще вопросы есть? Да, пожалуйста. Оксана, давайте. Есть вопросы, да? Нет, Оксана, давайте. Ну, у нас еще в Москве есть вопрос, тогда мы сейчас заслушаем последний вопрос, пожалуйста. Спасибо, Григорович, Киевская Русь. Не могли бы Вы методологически сказать, как Вам приходится освещать исторический период освобождения территории Молдавской Советско-Социалистической Республики? Приходится ли Вам делить на сегодняшний день территорию, там, вот, общая Бессарабия, Молдова, Приднестровье, или все это рассматривается только исключительно, как вот, на период Советского Союза? Это нам вопрос, да? Оно больше вопросов, у нас эксперт из Кишинева ушел, насколько я понимаю, Вы имеете в виду период Великой Отечественной войны, но тогда же освобождала Красная Армия территорию Советского Союза. Разве можно это изменить? Да нет, конечно. Конечно, тем более Вы сказали, что с точки зрения методологии, методологической, да, как известно, важнейшим принципом, так сказать, научной методологии истории является принцип историзма. Поэтому он предполагает, естественно, конкретный исторический подход прежде всего, да. Исходя из этого, мы не делим сегодня при освещении аспектов Великой Отечественной войны, как сегодня это принято в настоящем мире, да, что там с Молдавской ССР в дальнейшем случилось после распада Советского Союза, нет. Мы рассматриваем, что это была Молдавская ССР, что это была Красная Армия, что это была Яско-Кишиневская, стратегически-инспортная операция 2-го Украинского и 3-го Украинского фронтов. То есть, конкретно исторически подходим. Спасибо. Да, тем более, что в Красной Армии сражались представители всех союзных республик. Было бы странно как-то что-то поделить на части. Ну что ж, я хочу поздравить еще раз от лица всех присутствующих наших друзей в Кишиневе. В 75-й годовщине освобождения. Хорошо вам попраздновать. Кстати, Москва же будет завтра салютовать? Да, завтра будет салютовать. И, кстати, это будет, если вот рассматривать Яско-Кишиневскую операцию как седьмой сталинский удар, то вот начиная с 10 апреля этого года до 9 мая следующего года будет в Москве произведено 17 праздничных салютов. В ознаменовании освобождения ряда европейских и советских городов. И как раз вот завтра в Кишиневе будет седьмой салют. Вот в череде вот этих салютов. Вот совпадение, но факт. Седьмой сталинский удар, седьмой салют. Да. Ну что ж, спасибо. Очень важное добавление. Всего доброго, до свидания. Ждем вас вновь на нашей площадке. Спасибо. Спасибо.